Первая степень с мечами. После взятия Карса, зимой уже начал плакат. Это балканские страны. Албания, Черногория, Сербия, Болгария и Румыния. А это Россия. Это Турция. На территории Турции находятся армянские города Эрзрун и Баязет. А Карс в это время находился на территории России. Аванес Лазарин родился 17 октября 1820 года в Шушек, Нагорном Карабахе, тогда входившем в состав Российской империи. В 1839 году он начал свою военную карьеру в Кавказе, где за свои действия в 1842 году было произведено офицеры. Перед войной в Западной Армении в 1877 году генерал Лазарин сделал себе имя на Северном Кавказе. Ему было поручено, как и многим офицерам, сражаться в Мюридской войне в Дагестане против имама Шамиля. Кстати, сам имам, посвятитель свой историко-кавказских войн генералу Бонто, согласился сложить оружие и сдаться в плен исключительно генералу Лазареву. Через 11 лет после службы в Дагестане Лазарев был призван на армянскую землю против турок. Наконец-то его умения будут использованы для спасения исторической родины. В апреле 1877 года началась русско-турецкая война, и Лазарев добился, чтобы его послали в худействующую армию. Генералу Лазареву суждено было сыграть выдающийся роль в развитии событий на Кавказском театре войны, где он проявил себя как крупный военачальник. Его имя стоит в одном ряду с именами генералов Скоболева, Бутко, Лорис, Милингова. В октябре 1877 года генерал-лейтенант Лазарев командовал обходной колонной русских войск в сражении у горы Авлияр. Свершив успешный маневр в тыл турецкой армии Мухтара Баши и согласовав свои действия с основными эстилами по полевому телеграфу, он нанес решающий удар. В результате турки, которые должны были отойти к Карсу и атаковать блокадный корпус русских, были полностью разбиты. После этого сражения переброски турецких войск на Балканский театр военных действий не могло уже быть и речи. А вскоре в ноябре русские войска под непосредственным командованием генерала Лазарева взяли штурмом сильную укрепленную турецкую крепость Карс. Во многих войнах между Россией и Турцией Карс играл ключевую роль. Так, во время Крымской войны эта крепость, взятая генералом Муравьевым Карским, была обвинена на захваченные врагом Севастополя. В войне 1877-1878 годов падение Карса фактически предопределило поражение Турции. Успешно штурм Карса в ночь с 5 на 6 ноября 1877 года наиболее важная военная заслуга генерала Лазарева. Надо было видеть все эти грозные, твердые и бесчисленные укрепления, свидетельство современных, чтобы поднять и оценить ту громадную энергию вождя по бесстрашии и решимости поиск, которые выполнили эту задачу. В взятии крепости в какие-нибудь 12 часов. Крепость пала только под ударами штуков, без предварительного серьезного обстрела артиллерии. Недаром события это произвело поражающее впечатление не только в целой России, но и везде за границей. Но главное, пожалуй, то, что победа была одвестна многих войне 1877-1878 годов, которая досталась ценой относительно небольших потерь. За взятие Карса он был награжден орденом Георгия второй степени. В некоторое время после окончания войны Лазарев исполнил обязанности командующего Кавказским корпусом, сменив генерал Лорис Мелькова. В 1879 году он был направлен на новый театр военных действий в Среднюю Азию, однако успел лишь организовать переправку в войск с Багел и вскоре скончался. Похоронен генерал Лазарев был в Тифлисе, в ограде Москова Собора. Кстати, именно в этом городе долго хранилась картина художника Рубо, одним из героев которой являлся генерал. Уже в 60-е годы до 20 века полотно было передано в художественный музей города Грозного, где являлась главным экспонатом. В 90-е годы оно оказалось в центре известных событий и едва не было утрачено. Потом картина все же нашлась, но в очень плохом состоянии. Ныне находится на реставрации в Москве. В 1879 году он был направлен командовать экспедицией, которая перевела к битве при Георгтепе в начале похода с Багелем. Настоял на сопровождении войск и умер в течение 14 лет.